МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационные итоги этого вторника готовы подвести корреспонденты ОРТ и я, Максим Самойлов. Вы смотрите программу новости дня. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регион поступила первая партия бесплатных лекарств для лечения ковид-19. Кому будут доступны препараты? В Оренбурге объявлены торги на ремонт 45 дорог. Какие объекты ждет капитальная реконструкция? Шесть домов без крыши. В правительстве области принимают экстренные меры. Досадная ошибка или неграмотность? В Оренбурге внезапно переименовали один из старейших парков города. Оренбурженку осудят за финансирование терроризма. Завершено расследование уголовного дела. Школьница из Оренбурга выиграла 1 миллион рублей. Девушка стала лучшей в номинации «Делай добро». В Оренбурге поступит первая партия бесплатных лекарств для лечения ковид-19. Об этом заявила министр здравоохранения Оренбургской области. По словам Татьяны Савиновой, выписывать препараты, среди которых противовирусные антибиотики и гормоны будут пациентам, лечащимся от коронавируса амбулаторно. Кроме того, в начале ноября в регион пришла очередная партия вакцины от гриппа. В первую очередь будут прививать пожилых людей. Это уже вторая поставка вакцины. Как отмечают в региональном Минздраве, первая была предназначена для медиков и педагогов, входящих в группу риска. Теперь планируют привить пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Я убедительно прошу за эту неделю максимально найти время определиться с днем посещения поликлиники и поставить прививку против гриппа, потому что у нас сезон вот-вот гриппозный уже подступает. Обычно в конце ноября, в начале декабря мы уже первых больных гриппом бирусологически определяем. Поэтому нам очень важно защитить население от гриппа. Лечебные учреждения будут открыты для иммунизации в субботу и воскресенье. При этом доступ больных будет запрещен. И теперь к обновленным данным по коронавирусу в области. Антирекорд сегодня не побит. Количество заболевших за сутки пока держится на том же уровне, что днем ранее. У 189 жителей области тесты дали положительный результат. Общее число оренбуржцев, подхвативших вирус, уже превышает 19 тысяч человек. В стационарах лечится почти 1300 оренбуржцев. 344 пациента в тяжелом состоянии. По данным оперативного штаба, летальных случаев за последние сутки не зафиксировано. Преодолели недуг 16908 жителей области. За последние 24 часа выписано 183 пациента. К другим темам. В Оренбурге капитально отремонтируют улицы Володарского, Постниково и еще 43 объекта. Работы запланированы на будущий год и пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пока же составлены локальные сметные расчеты, а документы направлены на государственную экспертизу. Как сообщает администрация города, на улице Володарского и Постниково благоустроят тротуары из плитки, отремонтируют ливневки и оборудуют технические полосы. На это заложено почти 350 миллионов рублей. 235 миллионов пойдет на ремонт семи улиц. Среди них Орская, Шевченко, Донгусская и другие. По словам мэра Владимира Ильиних, проводить торги начали сейчас, чтобы уложиться в сезон в следующем году. Примечательно, что в этом году чиновники тоже планировали успеть в срок. Контракты отыграли еще в декабре, а в апреле уже приступили к ремонту. Как отмечают специалисты, такого раннего начала дорожных работ в Оренбурге еще не было ни разу. Тем не менее, до сих пор на Комсомольской, Туркестанской и Правды видны недоделки. Ольга Энгельс и Владислав Горбунов сегодня проехались по новым магистралям и увидели, стали ли дороги безопаснее и качественнее. Как того требует нацпроект. Начнем обзор с улицы Туркестанской. Это самый протяженный объект, более двух километров. Здесь полностью уложено дорожное полотно, бордюры, открытое движение автомобильного транспорта. Недавно рабочие приступили к ремонту тротуаров, но выполняют их частично. Возможно, из-за того, что высота улицы разная. Начали с тех участков, где легче. Еще одна проблема подъезда к дворам. В этом месте дорога ниже домов примерно на метр. Появится ли здесь строительная техника, неизвестно. Ранее в городской администрации заявляли, что часть тротуаров доделают только на следующий год. Улица Комсомольская. Здесь тоже открыто движение для проезда автомобилей. Но ощущение строительной площадки только усиливается. Если в начале улицы уже появились тротуары, то в середине все только начинается. С проблемой заезда столкались местные жители. Тротуар теперь выше двора. Местные жители рассказывают, что раньше здесь никогда не было проблем со стоком воды. Теперь есть. Ремонт в историческом центре не обошелся без потерь. Лопнула арка дома памятника архитектуры. Люди рассказывают, что 120-летнее сооружение повредило техника. Пугает оримбуржцев и этот электрический щит. Все раскопали. Вот смотрите, в каком состоянии. Поставили электрический щит. Мы говорили, что здесь не будет, здесь вода будет. А так как они сейчас делают тротуар, поднялась еще. Высота на 20 сантиметров. Здесь вот вода будет. И это все замкнет. Дом загорится. То есть это аварийная ситуация. Это нельзя так делать. Открытое движение и на улице правды. Хотя полноценным его здесь не назовешь. По-прежнему работает очень много строительной техники. За стороны 8 марта вообще стоят заградительные блоки, знаки. И проезд запрещен. Получился такой своеобразный карман. Те водители, которые надеются на открытый проезд, вынуждены разворачиваться или просто бросают по обочинам свои машины, идут по делам. Очень сложно передвигаться и пешеходам. Они идут либо по проезжей части, либо вынуждены скакать по недоделанным тротуарам. Напомним, ремонт на улицах Туркестанской комсомольской правды идет в рамках национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Срок окончания должен был быть 1 ноября. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов, Новости дня. В Оренбуржии по-прежнему остаются дома, на которых не закончен капитальный ремонт кровли. И таковых в области 6. Все объекты в работе у одного и того же подрядчика. На местном уровне решить вопрос не получилось. В ситуацию вмешалось областное правительство. Сложнее всего ситуация в Медногорске. Там проблемных объектов два. Вопрос один. Компания-подрядчик Маруся Строй растянула ремонт крыш на 7 месяцев и до сих пор не закончила. В заложниках ситуации оказались местные жители. Затоплено несколько квартир. Теперь в спешном порядке специалисты пытаются устранить недоработки. Губернатор поставил срок завершить ремонт крыш до 20 ноября. В СССР. Аналогичная ситуация в трех многоквартирных домах Богу Руслана. В сентябре дважды затапливала квартира горожан, из-за чего там ввели режим ЧАЭС. Еще три дома Маруся Строй не доделала в Оренбурге. Будут ли применены какие-либо санкции к недобросовестному подрядчику, пока неизвестно. Накануне фонд модернизации заявлял, что готов расторгнуть договор с этой компанией. Сейчас прервемся. Далее в программе вы узнаете. Досадная ошибка или неграмотность. В Оренбурге внезапно переименовали один из старейших парков города. Оренбурженку осудят за финансирование терроризма. Завершено расследование уголовного дела. Школьница из Оренбурга выиграла 1 миллион рублей. Девушка стала лучшей в номинации «Делай добро». Это новости дня. Мы продолжаем. По данным регионального министерства строительства, темпы возведения жилья не только стабилизировались, но и практически догнали уровень прошлого года. По официальным данным, большую роль для оренбуржцев сыграло льготное ипотечное кредитование. Сейчас в среднем ставка по льготной ипотеке составляет 8,1%. Несмотря на то, что это выше, чем в среднем по России, мера популярна среди жителей области. В Оренбурже уже выдано около 15 тысяч кредитов на сумму 25,5 миллиардов рублей. Строители, в свою очередь, ввели в эксплуатацию 681 тысячу квадратных метров жилья. В этом году были свои трудности. Пандемия коронавируса вызвала спад темпов возведения жилья. Значительно сократился приток иностранной рабочей силы на территорию области. Часть объектов пришлось заморозить. Сейчас ситуация с рынком жилья стабилизировалась. Уже начиная с сентября строительная отрасль фиксирует рост ввода в эксплуатацию как многоквартирных, так и индивидуальных частных домов. По данным регионального Минстроя, Оренбургская область продолжает оставаться одним из лидеров среди субъектов Приволжского федерального округа по низким ценам за один квадратный метр в новостройках – 37 700 рублей. А теперь информация об иностранной валюте. Актуальный курс от Центрального банка России вы можете видеть на своих экранах. В Оренбурге парк имени Ленина внезапно стал парком железнодорожников. Название на отремонтированной входной группе появилось несколько дней назад, но уже успело вызвать массу вопросов у оренбургцев. Что именно не понравилось горожанам и кто будет это исправлять, узнала Анастасия Кубаткая. Парк железнодорожников – это название появилось на входной группе несколько дней назад и сразу же привлекло внимание горожан. Мало того, что буквы «Ж» находятся явно в перевернутом виде, так еще и само название написано с ошибкой. По нормам русского языка при склонении слов «кавычек» быть не должно. Кроме того, многих оренбуржцев волнует и внезапная смена названия некогда любимейшего места отдыха горожан. Один из старейших парков Оренбурга здесь появился в 1935 году. Красивейшее место с цветниками и деревьями. Тогда ему дали имя Владимира Ильича Ленина. Сейчас он почему-то стал парком железнодорожников. При этом, как уверяют горожане, голосование никто не проводил. Сегодня прогулялся по парку имени Ленина, который с чьей-то легкой руки превратился в парк железнодорожников. Это как вообще? Я пропустил голосование? Однозначно, прежний вариант лучше. Мы теряем свое прошлое, свою историю. Заказчик и подрядчик, наверное, в глаза не видели проект. Подрядчик, который занимается благоустройством парка, проектная мастерская «Архитек». За 180 миллионов рублей по договору с администрацией города она обязалась выполнить все необходимые работы. Установить детские игровые зоны, малые архитектурные формы, обустроить дорожки, входную группу. И, как утверждают в организации, все работы выполняются строго по проекту заказчика. Вот если речь идет о том, что по железнодорожнику в кавычках, это согласно технического задания заказчика. То, что Владимира Ильича Ленина исчезло из названия. А постарались придать название, ну, народное название, так как люди называют этот парк. Его всегда называли парк железнодорожников. В документах на сайте госзакупок указано как официальное название парка, так и его народное. И там слово «железнодорожников» также идет в кавычках. Но в администрации города своей вины не видят, заявляют. Это ошибка подрядчика. Про грамматические недочеты чиновники умолчали, но пообещали вернуть парку старое название. На входной группе парка, расположенного на проспекте Парковом, больше известен он оренбуржцам как парк железнодорожников, будет указано его официальное название. В контракте на благоустройство парка было указано его официальное название. Заказчик работ, у нас это Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города, указала подряд на организации на допущенную неточность. В ближайшее время она будет устранена. На входной группе будет указано официальное название парка имени Владимира Ильича Ленина. Правда, сроки устранения ошибки в городской администрации не уточняют. Анастасия Кубатко, Константин Воробьев, Новости дня. К другим темам. Собирала деньги и финансировала терроризм. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Оренбургской области. По версии следствия, свою деятельность женщина вела по предварительному сговору с супругом. Сбор денег осуществлялся как на территории региона, так и за его границами. Полученные суммы семейная пара переводила на счета злоумышленников. В их число входила и группировка ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Неоднократно осуществляли сборы по следующей передаче денежных средств лицам, подящим в Международную террористическую организацию для дальнейшего финансирования подготовки и совершения преступлений террористического характера, то есть осуществляли финансирование терроризма. Уголовное дело в отношении 47-летней Оренбурженки направлено прокурору. Ему предстоит подготовить обвинительное заключение. Подозреваемый может грозить до 15 лет лишения свободы. Супруг женщины задержан. В отношении него расследование уголовного дела продолжается. Эта служба и опасна, и трудна. Сегодня в России отмечают День полиции. Но в жизни полицейского есть место не только погоням и задержаниям. Подробнее в нашем сюжете. Альфия Сафарова инспектор по делам несовершеннолетних. Найти подход к трудному подростку, чтобы он встал на путь исправления, ее призвание. Но признается, иногда приходится перевоспитывать не только детей, но и их родителей. На службу в полицию Альфия Марсовна пришла 14 лет назад. До этого работала учителем в одной из школ Шарлыхского района. Вела русский язык и литературу. Педагогический опыт пригодился. Это отмечают и коллеги. Это и педагог, это и психолог, это и сотрудник полиции в одном лице. Альфия Марсовна имеет за плечами опыт работы в школе, опыт работы с детьми. Поэтому ей очень легко удалось наладить и удается до сих пор налаживать контакт с трудными подростками, состоящими в профилактическом учете. А дома Альфия Марсовна заботливая мама и гостеприимная хозяйка. В семье у Сафаровых двое детей. Старший Ленар недавно поступил в институт. Младшая Аделя – школьница. Свободное время стараются проводить с семьей. Отпуск тоже проводят вместе. Путешествуют по городам России, выбираются в деревню к бабушке. Намасте. Это в Казани. Это в Казани, это где мы здесь находимся. С нами она проводит достаточно времени. С ней очень весело, несмотря на то, что она работает в полиции. Многие говорят мне, у тебя, наверное, строгая мама. Но я скажу, что это... Альфия Марсовна признается, служба в полиции на подход к воспитанию детей сильно влияет. Мы стараемся уже своих детей воспитать на примере тех, кого стараемся или пытаемся исправить, чьё поведение исправить, или поставить на путь исправления. Даже то, допустим, что подросток, состоящий на учёте, бросит курить, бросит пить, то есть начинает где-то обучаться. Какие-то положительные примеры, положительные истории происходят в его жизни. Это всё положительные примеры для наших детей. При этом полицейский, по её словам, всегда готов прийти на помощь, даже в отпуске и не при исполнении обязанностей. Маликаджа Малеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Далее в программе новости спорта. Хоккеисты Южного Урала проводят домашнюю серию матчей чемпионата высшей лиги. Выступление Орской команды не оставляет болельщиков равнодушными. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Егеничу. Спасибо, Максим. Действительно, арчане показывают такой хоккей, что можно посожалеть о надзорных ограничениях количества зрителей. В обычные времена трибуны юбилейного были бы забиты под завязку. Южный Урал после карантина набирает физическую форму. На старте домашней серии арчане громят недавнего обладателя Кубка Братины подмосковная Динамо 5-1. Следом прибывает московская звезда – фармклуб чемпиона страны ЦСКА. Молодые армейцы начинают столь стремительно, что хозяева оказываются к этому не готовы. Едва истекает первая минута встречи, как москвичи устраивают круговерть у ворот Доненко и открывают счет. А через минуту уже 2-0. Тренерский штаб принимает решение сменить вратаря. Место в рамке занимает Мустафин. И хозяева несколько сбивает наступательный пыл гостей. За три минуты приземлили команду. Наши сейчас, думаю, получат в раздевалке ценные указания. Играют сегодня ребята, просто не все они всегда получают. Это спорт, во-первых. Но я думаю, мы выиграем, додавим все равно. Обычно играют очень хорошо во втором периоде. Поэтому мы надеемся, что сейчас они сравняют счет, а в третьем поддержат победу. Мы всегда верим в их успех. На первых секундах второй 20-ти минутки гости и опять на сверхскоростях забивают третью шайбу. Исход встречи практически предрешен. Единственное, что удается южноуральцам, это размочить счет. В третьем периоде Степанов наконец распечатывает ворота звезды. Большего достичь не удается. Столичная команда празднует победу 3-1. А вот в следующем матче арчане показывают своим преданным болельщикам, что со счета 0-3 отыграться можно и нужно. Тюменский и Рубин на исходе стартового периода забивают две шайбы за 12 секунд. Во втором отрезке увеличивает разрыв. И тут-то игра хозяев преображается. Сначала Коротков возрождает интригу. Через полминуты Чеботаев сокращает отрыв до минимума. И следом Ривацкий сравнивает счет. Можно представить эмоции болельщиков. Камбэк за 6 минут. В третьем периоде воодушевленные хозяева владеют преимуществом. Вдвое перебрасывают гостей. Но защита оказывается сильнее нападения, и игра перетекает в овертайм. В котором фортуна вознаграждает арчан за проявленный характер. Бросок Ривацкого застает врасплох голки перогостей. 4-3. Сверхвалевая победа Южного Урала в этом триллере. Серию завершит встреча с лидером чемпионата Югрой. Выступающие в молодежной лиге оренбургские сарматы вынуждены в календарных матчах восстанавливаться после карантина. Соперники, как специально, из первой тройки Восточной конференции. После толпара возглавляющий таблицу авто. Эти встречи сарматы проводят на домашней арене в Звездном. В первой из них екатеринбуржцы лучше по всем статистическим показателям и побеждают 3-0. На следующий день оренбуржцам удается навязать борьбу. На восьмой минуте встречи наши открывают счет. Это делает Тирлецкий. Однако авто сначала догоняет, а потом уезжает вперед 4-1. В концовке матча Брагин сокращает разницу до двух шайб. Конечно, после карантина сложно противостоять сильнейшим соперникам, которые еще и на ходу. До следующих игр у сарматов почти неделя, чтобы подтянуть физические кондиции. От игровых видов спорта к индивидуальным. Бузулучанка Жанара Кусанова – бронзовый призер чемпионата мира по самбо. Первый после более чем полугодового перерыва крупный турнир принимает Сербия, город Новий Сад. Более 400 участников из 30 стран. Кусанова выступает в категории до 80 килограмм. Жребий в первой же схватке сводит ее с самой принципиальной соперницей – Мария Оряшкова из Болгарии. Обычно они встречаются в финалах, а сейчас на старте. Равная борьба завершается в ничью 0-0. Но у россиянки есть предупреждение, и победа отдается болгарке, которая впоследствии становится чемпионкой. А Кусанова в поединке за третье место всего за 30 секунд разбирается с украинкой Ковальской. Победа болевым приносит нашей землячке бронзу турнира. Восемь медалей чемпионата Приволжского федерального округа завоевывает Оренбургский пловчихи. Окружной турнир на короткой воде проходит в Мордовии, в Саранском дворце водных видов спорта. Лавры Марии Каменевой вдохновляют нашу юниорку, мастера спорта Ксению Степанову. В ее копилке сразу пять наград, в том числе и золотая на дистанции 50 метров бутерфляя. Также призерами соревнований становятся Оренбурженки Петрова и Подковырова. Бузулукский прыгун в воду Сергей Назин в эти дни проводит сборы с национальной командой в Подмосковье на базе Озера Круглое. Несмотря на возраст 33 года, бузулучанин по-прежнему в обойме сборной. Что неудивительно, ведь наивысшего успеха в карьере Назин добился в прошлом году, став в корейском Кванжу серебряным призером чемпионата мира. Максим. Анатолий, спасибо. Еще больше спортивных новостей смотрите в нашей традиционной рубрике. Ну а мы продолжаем. 17-летняя школьница из Оренбурга Карина Павлова выиграла миллион рублей. Девушка победила во всероссийском конкурсе со своим волонтерским проектом. Она оказалась среди 600 лучших ребят со всей России. С юной активисткой пообщались наши корреспонденты. Ребята, не бойтесь участвовать. У вас все получится. Удачи всем. Это видео Карина записала, как только получила заветную награду. Девушка до сих пор не верит, что удалось доказать. Проект «Город будущего» достоин внимания. Под впечатлением до сих пор. Онлайн-отбор, потом полуфинал в Нижнем Новгороде и заключительный этап в Крыму, в детском центре Артек. На конкурс подавала несколько проектов, но в финал прошел один. Над ним вместе с Кариной трудились ребята из разных уголков страны. Поэтому и реализовывать проект ребята хотят по всей России. Тот проект, которым я горю, которым горит моя команда, это проект с полуфинала. Мы очень мечтаем его реализовать. Наш проект заключается в том, что люди с ограниченными возможностями придумывают дизайн для одежды. И, конечно, часть прибыли уходит в благотворительные фонды. Волонтерской деятельностью Карина занимается давно. Помогать людям мечтала с детства. Такие жизненные ценности ей привили родные. Карина выросла в многодетной семье. Ее мама – медсестра. Наверное, поэтому среди множества направлений девушка заинтересовала именно медицинская. Вообще это мечта, помогать людям, быть медиком. Поэтому, я думаю, она стала волонтером. Поддерживают девушку не только родные, но и педагоги. Карина регулярно отстаивает честь школы на олимпиадах и конкурсах. Сейчас учится в 11-м классе. С дальнейшим путем уже определилась. Хочет пойти по стопам мамы в медицину. А свой выигрыш – миллион рублей – потратит на образование. Малика Джумалеева, Игорь Бероев. Новости дня. И в завершении информация об отключениях. В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 11 ноября с 8 до 17 часов будет ограничена подача электроэнергии в отдельных жилых домах Оренбурга. Будьте внимательны. Точные адреса на вашем экране. Кроме того, с 9 до 17 часов без света останутся жители поселков Нижний Сокмарский, Архангеловка, Воскресеновка, Подгородняя Покровка, Раздольская, Неженка, Старица. Филиал Россети Волга Оренбург Энерго приносит извинения за временные неудобства. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 98 48 48. На этом все. Следить за развитием событий можно на сайте media56.ru, а также в группах телеканала ОРТ в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok